ну что начнем пробу духов я не знаю по порядку это делать или как так сейчас посмотрим что здесь есть хотела вытащить lancome light blue но вытащила perfect mark j будем сегодня его пробовать в общем запах очень приятный такой знаете свежий свежий что-то с цитрусом и цветочный одновременно аромат я потом найду описание этих духов какие там есть ароматы и вот сюда вот как-нибудь напишу но мне нравится запах очень приятный прям мне кажется мне он подходит у нас дети сегодня ездили в школу на велосипедах и вот днем пошел дождь только что вернулись наверное промокли сейчас проверю что вы промокли бедняжки мои чё папа там капец был да я вижу что лёша мокрый вот тоже мокрый нет не будет простуды просуды никакой нам не надо дети в шортах я же тебе говорю я хотела показать людям как здесь дети в шортах могут быть в куртке и в шлепочках например да они там ну правда вот примерно в такой кофте как у меня и в шортах человек пять уехали на велосипедах при этом утром градусов наверное восемь было да и так ребята я все-таки решилась печь штрудели буду использовать вот это тесто она продается в трейдер джоз не всегда она продается там какой-то она немножко сезонная сказала но сейчас она там есть точно для тех кого интересует где я его брала здесь два листа вот таких вот я буду делать два небольших штруделя мне надо для них для штруделей три больших яблоком я взяла 4 потому что они такие средненькие нужны грецкие орехи я их буду мелко резать или можно в блендере их перемолоть смешать двумя ложками сахара и мы будем посыпать тесто внутри вот этими орешками с сахаром вот а потом выкладывать начинку помимо яблок нам для начинки нужны нужен изюм у меня светлый изюм тоже 100 грамм примерно изюма корица нужно будет тоже в яблочке добавить яблочки мы будем на сковородке тушить с сахаром и с корицей и нужен будет сахар естественно и и в орехи и в яблоке я будете до 3 столовые ложки сахара ну и сливочная масса надо будет для того чтобы яблоки на сковородке тушить в общем все сейчас мы почистим яблоки тесто мне пока размораживается почистим яблоки порежем их кубиками и будем тушить на сковородке изюм если он у вас жесткий можете замочить я наверное не буду замачивать его просто помою высушу потому что у меня довольно мягкий изюм насколько я чувствую его замачивать наверное не буду все давайте начинать чистим яблоки растапливаем сливочное масло на сковородке яблоки нарезала с растопится сливочное масло будем обжаривать яблоки рецепт очень простой яблоки кстати можно брать любые какие какие вы любите но я почему-то люблю именно с такими яблоками зелеными потому что они такие сладкие они довольно сочные растопили сливочное масло но я не знаю сколько грамм 30 наверное может быть чуть меньше высыпаем яблоки и тушим их нам главное чтобы из яблок выделилась вся жидкость и она выпарилась потому что яблоки нам мокрые не нужны сейчас они немножко потушатся станут мягкими и мы в них добавим сахар и корицу вот эти яблочки становятся такими более светлыми прозрачными в принципе вот в этих яблоках сильно нет воды много так можно добавлять сахар 3 столовые ложки можно свинейшие добавлять я хочу чтобы у меня они были такие карамелизированные сразу перемешиваем добавляем корицу корицу можете не добавлять если не любите где-то столовой чайную ложку корицы можете наверное добавить если не хотите корицу можете добавить ванилин это тоже будет вкусно вот собственно смотрите пять минут и начинка наша готова надо теперь чтобы она остыла а сначала добавим еще изюм перемешаем с изюмом прогреем тоже немножко изюм изюм я не замачивала он у меня мягкий вы можете замочить главное чтобы не было лишней жидкости в изюме тоже смешиваем с изюмом тем временем я измельчаю орешки сейчас я их измельчу и добавлю две столовые ложки сахара в эти орешки порезала я чуть-чуть помельче орехи можете еще мельче потому что я люблю есть орехи в структуре пирога штруделя что когда чувствуется а не когда просто крошка вот вы можете делать помельче если любите чтобы было помельче добавила сахар все можно будет собирать пирог и так ребята теперь мы должны взять у кого-то противень у кого-то еще что-то в общем надо раскатать тесто я его сразу буду на вот там плейсмете не знаю как это называется в общем говоря на на том на чем я буду выпекать в противне я сразу буду раскатывать текст примерно вот по размеру вот этого моего этой моей формы вот выкладываем потом половину орехов сначала оставляем по краям немножко расстояния теста головы чтобы туда можно было спокойно лепить сверху орешков то есть половину берем орешков выкладываем половину яблок выкладываем и заворачиваем рулетик но я вам сейчас покажу в процессе вот примерно вот так вот выкладываем орехи и сверху выкладываем яблоки с изюмом и теперь заворачиваем вот так вот рулетик надо еще разогреть духовку у меня это 370 фаренгейт у вас скорее всего это будет 190 градусов и заканчиваем с нашими штруделями вот такие штрудели у меня получили сейчас я их смажу еще сверху желтком желток смешаю с молочком полностью смазываем желтком с молоком и делаем небольшие надрезы может диагональнее сделать можете ровненькие смотря потом как будете резать штрудель вот такие красавцы у нас получаются сделаю надрезы надрезы делаем до начинки вот примерно видите вот я делаю расстояние такое которое потом я буду для нарезания использовать прям по этим надрезиком потом можно будет нарезать кусочки можете резать чуть подальше если хотите сделать кусочки чуть побольше один какой-то получилось немножко худой а другой потолще так вышло не знаю почему может в один начинке чуть меньше положил в любом случае они будут вкусные красота все убираем в духовку на 25 минут 190 градусов цельсия ребята вам не кажется что пора это все уже убрать хэллоуин то прошел уже ни у кого ничего нет а мы все еще тормозим сейчас все буду убирать все можете меня поздравить все убрала паутина убрала паутина конечно это одноразовое мероприятие поэтому пришлось выкинуть единственное что вот эти штуки не выдрала надо их плоскоупцами выдрать потому что довольно хорошо я их забила и вот там и тоже так пока это развлекалась уборкой все пирог пироги мои штрудели испекли сейчас вытащим ну как вам красота же красота ладно пускай остывают вот такой вот смотрите пирог в разрезе получился вкусненько наверно будет юрина что жуем очень вкусно и то что яблочки да кисленькие такие немножко вкусно да и потому что орешки я в этот раз не не по этого не помяла слишком сильно орешки очень хорошо чувствуется в общем можете орешки даже почти не резать так ну вот ребята я наконец решила сделать котлеты помните мы покупали фарш куриный здесь меня говяжий фарш куриный фарш яйцо молоко лук потом куча всяких приправ которые там знаете перец морковка что-то еще общем говоря вот эта костка приправа которая без соль соль естественно вот немножко хлебушка его часть я буду в панировочных сухарях обваливать и сразу на сковородочку выложу и а все что останется я заморожу расскажите мне может быть у вас есть какой-нибудь очень вкусный классный рецепт котлет но единственно вот у меня дети не любят чтобы там чувствовалось вот это что-то кроме мяса поэтому я все это перемалываю в блендере вот на этой штуке так чтобы это вообще ничем не было заметно если у вас есть какой-то очень вкусный рецепт нижних клет поделитесь пожалуйста буду очень рада попробую обязательно вот и готова принять в нашу семью новый рецепт котлет эти котлет у меня дети всегда едят но хочется поэкспериментировать с чем-нибудь чтобы котлетки тоже были вкусные но может какому-то другому рецепту ладно существенно леплю буду жарить вот такие у меня котлетки сейчас будут жариться ребята помните вот этот чай я покупала в маршаллсе мы сейчас решили с юра его открыть вот таких вот пакетиках обычный короче чай там с апельсином да с клюквой так вот смотрите они лежали вот так пакетики настолько тоненькие что коробка просто для них пол коробки пустые я думала что вытащил 16 кто-то вытащил думала обманули поэтому продают за три с половиной доллара нет нет просто вот такая вот коробочка большеватая для такого чая ну да для маркетинга делают большую коробку